Салют автопрофисного онлайн Мы вам поможем Если же выбор уже сделан, смотрим дальше Как уже говорилось в ролике про ассортимент чехлов Все эти модели хороши тем, что у них раздельная схема надевания Сидельная часть и скинка кресла одеваются раздельно В итоге утянуть можно намного лучше, чем цельным мешкообразным чехлом Автопрофи, кстати, первыми на российском рынке применили такую схему для универсальных чехлов За что им респект и уважуха Ну что, поехали Сначала одеваем низ передних сидений Пропускаем вот этот язычок между спинкой и сиденьем Уводим вниз В комплекте идет вот такой пакетик Для чего нужны ключки? Догадаться нетрудно Нам сейчас намного проще, потому что мы можем перевернуть кресло В машине все несколько сложнее, но тоже вполне осуществимо Главное не лениться обойти, подлезть, поширодить руками под креслом Теперь укрепляем периметр Низ готов Можно потише? Не слышу Потише, можно А ничего, что я тут с покупателем разговариваю? Ладно, пойдемте отсюда Продолжаем Здесь сложность заключается в чем? Когда на деле остается барабан Исправляется очень просто Если лицевая сторона это плотный триплированный материал Будь то велюр, кожа, алькантара или же карт полипропилен То задняя гораздо тоньше и эластичнее Специально, чтобы ее можно было тянуть В то же время порвать чехол невозможно, поэтому тянем не стесняясь Смотрите, что происходит Лицевая сторона проваливается, боковая поддержка нашего сидения отлично прорисовывается Добившись нужного облегания, уводим язычок вниз Вытягиваем с обратной стороны и крепим под креслом опять-таки с помощью крючков В чем минус такой системы? Если мы начнем складывать сидения Натяжение в этих местах увеличится И крепления могут порваться Резинки все-таки фиксирующие, а не утягивающие Есть другие модели с более надежным вариантом крепежа Но они и стоят немного дороже Например, здесь низ утягивается вот такими мощными резинками С предустановленными крючками Обратите внимание, как они прошиты, не оторвать Язычок в верхней части уходит не под сидение А наверх и удерживается липучкой В итоге и здесь облегание лучше И спинка свободно перемещается На натяжении резинок это никак не сказывается Бывают, правда, кресла с защитной пластиной Которая не дает вывести язык наверх Ничего страшного, резинки тоже на месте Вводим вниз Таким образом, при выборе модели Нужно учитывать не только фасон, материал и комплектацию Но и разницу в креплении С подголовником, надеюсь, ни у кого проблем не возникнет Итак, с передними креслами разобрались Теперь задний ряд Можно кто-нибудь помочь? Молчат, заняты все Мы будем сегодня товар продавать или нет? Ау, машина нужна Задний ряд лучше снять Демонтировать Это не так сложно Зато потом будет намного проще И главное симпатичнее Можно, конечно, организовать утяжку поверх закрепленных сидушек Но поверьте, так вы еще дольше провозитесь И результат будет, мягко говоря, не айс Это касается легковых машин В кроссоверах и джипах задний ряд зачастую столь же доступен, что и передний И дополнительных энергозатрат не требует После демонтажа процесс идет очень быстро Надели, утянули максимальным количеством крючков Жалеть их незачем И прикрутили на место И, конечно же, для каждого подголовника свой маленький чехол найдется Ну как? За пару часов вы получаете результат не хуже, чем в ателье Но в десятки раз дешевле Вы, кстати, не забыли, что модели отличаются количеством молний? И не продумав эту мелочь, можно лишиться важной функции Если часть заднего сиденья двигается целиком То нужны молнии как сверху, так и снизу Если складывается только спинка, то достаточно молний в верхней части чехла Ну а теперь еще раз по порядку, чтобы ничего не упустить Передний ряд Надеваем вниз, крепим под сиденьем Утягиваем периметр Надеваем вверх, утапливаем барабан Уводим язык назад и прячем либо под сиденьем, либо сзади В зависимости от вида крепления Делаем отверстие под подголовник Устанавливаем уже упакованный подголовник Повторяем то же самое со вторым креслом Затем снимаем обе части заднего ряда Одеваем их и утягиваем максимально возможным количеством крючков Монтируем обратно Ставим подголовники Хотя нет, пока не ставим Для совсем уж идеальной утяжки не поленитесь вывести наверх Все выпирающие рычаги, крутилки и прочие регуляторы Тогда и вид будет лучше, и дополнительный фиксатор появится Да и функциональность этих регуляторов сохранится Чтобы осуществить задуманное, нужно либо поснимать все пласт-пластки И вернуть их на место после установки чехлов Либо проделать прорези по швам Как показывает практика, места разрезов потом отлично прячутся за любой подобной деталью Если уж совсем все кажется сложным, можно поступить проще Взять чехлы майки и закрыть вопрос утяжки салона минут за 10-15 Плюсы – простота и скорость установки Минусы – открытые участки кресел И чуть более скудный выбор материала Вот и все Это была подробная QR-инструкция от Автопрофи